Настоящий бум альпинизма в Донбайе пришелся на 20-30-е годы прошлого века. Большинство первовосхождений того времени в Донбайских горах связаны с именем братьев Абалаковых. А потом, буквально за два десятилетия, поселок стал настоящей меккой для горнолыжников и альпинистов. Здесь были покорены большинство вершин, пройдены наиболее опасные маршруты, многие из которых и по сей день являются маршрутами высшей категории сложности. Поход к Олибекскому леднику нельзя назвать опасным, но все же он довольно непростой и требует определенной физической подготовки. Ну что ж, одну вершину я покорил, это только начало. Посмотрите, для меня открывается новый Донбай, без кафешек, без инфраструктуры, без людей. Чисто дикая, красивая природа. Как я это люблю! Двуязычный Олибекский ледник – один из 95 ледников, расположенных на территории Тибердинского государственного биосферного заповедника. Вот он, Олибекский ледник! Именно здесь начинается Олибекский варопад! Это царство вечной мерзлоты! Можете считать меня не совсем адекватным, но у меня была маленькая мечта – увидеть вблизи и дотронуться до настоящего ледника. И сегодня новая мечта сбылась! Этот ледник считается вторым по величине во всем заповеднике, ведь толщина ледяного панциря достигает 70 метров. Длина ледяной корки составляет более 4,5 километров, а его площадь без малого – тысячи гектаров. Это настоящее царство вечной мерзлоты! Надеюсь, у ледника сегодня нет плана обрушиться! Ледник продолжает таять и сегодня. Каждый год он теряет до 10 сантиметров, обнажая каменные уступы и отступая все выше. Посмотрите, сколько льда! Вы здесь столько не видел! Просто фантастика! А вот эта форма, как вообще застывший, замерзший динозавр! Видите? По вот таким маленьким капелькам начинаются наши ручейки, водопады, реки. Отсюда течет кристально чистая вода. Это невероятно! Субтитры создавал DimaTorzok